всем привет дорогие друзья с вами не агара и это второй вариант прохождения 24 эпизода мне очень много писали по поводу не того наряда и я обычно так не делаю потому что ребята во первых б я покупаю бонус энергии это очень дорого и проходить каждый раз заново эпизоды сами понимаете а копить это вы будете очень редко их видеть так что ввиду исключения я все-таки перепрошла этот эпизод до момента когда мы уже должны отправиться в зоомагазин и перепроходить этот эпизод можно очень много раз потому что когда вы первый раз ходите туда с натаниэлем на следующий день рандомно вам встретиться один из парней и он вас приглашает тоже как бы на свидание в этот зоомагазин вот первый раз мне попался кастель и к сожалению я не получила с ним постер не тот наряд да я не смотрела гайды да я не смотрела постеры мне так интереснее играть и никогда я знаю уже что надо делать но поскольку возмущавшихся было очень много я решила с кем постер но в этот раз когда я переигрывала мне попался лизандр но я никак не хотела идти с лизандром поэтому я отменила с ним свидание и сейчас мы зоомагазин второй раз пойдем с натаниэлем и так я ее отделом красный топик и сейчас уже он за мной зашел мне нужно поторопиться не хочу чтобы дверь открыл кто-нибудь из моих родителей а я очень быстро выбежал крикнув до свидания на ходу ты куда-то очень торопишься нет в общем-то йогара ты могла бы все же пригласить своего друга войти мама папа ну почему вы вышли этот молодой человек проявил вежливость за тебя за тобой мы должны по крайней мере поздороваться с ним мой отец ничего не говорит но у него очень недовольный вид я рад снова вас видеть меня зовут натаниэль мы видели школе на дне открытых дверей я тоже рада и можно узнать куда вы идете я решил завести котенка предложение агаре пойти со мной в зоомагазин всегда приятнее быть в дружеском сопровождении дружеская действительно папа но мы не будем вас больше задерживать идите но возвращайтесь не очень поздно да папа кажется сгорю со стыда кажется твой отец не очень медвиряет думаю сложно принять что провожу время с молодым человеком это скорее всего нормально я думаю нормально мы прошли через парк уже совсем недалеко мы вернулись пойдем искать продавцам где-то тут у нас это тетенька продавец где ты нам нужны ответы ну чё где она мне не очень нравятся грызуны а мне тоже в общем то не очень то мне не нравится ах да и почему ну мне кажется что они не очень ласковые можно найти лучше я понимаю тебя мне лично не особенно нравится идея держать животное в клетке но с этим маленькими зверьками выбора другого нет и за ними нужно постоянно следить когда они на свободе частично по этой причине я предпочитаю кошек они более независимы да мы не нашли продавца о смотрите кати два лица мне кажется знакомы решили какого-то котенка взять да я определился с решением замечательно тогда мы можем посмотреть на них поближе мы последовали за продавцом до дела с котятами вот и вы я вас оставлю с ними поиграть немного чтобы вы смогли лучше понять их характер да хорошо него не очень уверенный вид даже почти застенчивый ха-ха не бойся они не съедят тебя это прекрасно знаю продавец оставила нас чтобы мы могли познакомиться с их питомцами некоторые котята были очень игривые другие предпочли спать были очень ласковые котята которые просили внимание и так кого ты собираешься взять я уже почти принял решение мне просто нужно еще немного подумать определенно натаниэль настоящий специалист по времени потрачен ему на размышления так и я наверное оставлю его чтобы смог покойно подумать погуляя немного хорошо я не буду ему помогать выбирать самыми выбирает я пошла погуляем хорошо я постараюсь принять решение как можно быстрее я немного прошлась по одео с аксессуарами пока я здесь может я смогу купить что-нибудь для будущего котенка натаниэля посмотрим что у них есть протажа так ну и все аксессуары кажется мне слишком дорогими конечном итоге решили чем покупать а если я куплю шейник для его котенка все это даже я не знаю купить ему что-нибудь ну давайте купим заплатить 25 баксов пойду посмотрю не приняли натаниэль свое решение над я я так и застыла приведи натаниэль улыбающаяся с котенком на руках ты выбрал это маленькая бирманская кошечка мне кажется что мы уже очень привязаны друг другу я подошла чтобы погладить котенка вот ребята этот замечательный постер такой замечательный кисик теперь живет у натаниэля и мы бы могли ему выбрать после всех проблем которые были у нас натаниэлем я уже не надеялась так хорошо провести с время я на самом деле рада принимать в этом участие отдала натаниэля ошейник для котенка думаю что ему было приятно у этого котенка очень хороший характер если вам нужен ласковый котенок то лучше нее не найти но не оставлять ее без внимания и нужны ответные чувства без проблем будьте уверены что всегда буду рядом чтобы позаботиться о ней сложно будет отделить внимание обделить внимание этого пушистика я знаю что похожу на маленькую девочку но я не могу перестать любоваться этим милым зверьком если вы готовы пройти в кассе то я смогу вам дать несколько советов относительно питания и аксессуаров конечно пойдемте на кассу продавец дала несколько советов натаниэлю про подстилку и питание после чего он пошел платить теперь когда все улажено пришло время показать новый дом моей маленькой протеже тебе нужно придумать ей имя у меня так много идей сложно будет на чем-то остановить выбор это не или относится ко всему слишком серьезно наконец мы вышли из зоомагазина попрощаясь натаниэлем и вернулась домой возвращаемся домой было мило все эти маленькие комочки надо признать что это было просто как бальзам на душу так как прогулка и мне кажется что ты вернулась поздновато однако я на 10 минут раньше назначенного времени оставь ее в покое у нее есть право на развлечения рассказала про мою прогулку родителям когда я пришла в школу то стало ясно что разговоры за магазине не утихнут так спросить нужно привет армен привет ты знаешь что твой брат потащил меня по магазину в эти выходные что ты делал в эти выходные жаль что мы не виделись в эти выходные ну хорошо жаль что мы не виделись почему мы должны были увидеться я ходила в торговый центр вместе с алексей было бы здорово если бы ты смог тоже пойти я думаю что ты меня лучше знаешь я ненавижу ходить по магазинам да я знаю но ты мог бы посмотреть на это как на дружескую прогулку ты не обязан покупать одежду не пытайся избегая такого рода заведения к чуму да и ладно мы неплохо провели время а вот наша маленькая скрытница что чертовка ты могла бы нам хоть что-то рассказать но про твое свидание в оба просто невыносимы в этом не было ничего романтического да 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 ну так как все прошло было мило антонио льзов котенка и что и не говори что эта обстановка вас не сблизила была дружеская прогулка ничего больше может мы не выносимый но ты чертовски упряма или ты просто слепа слепа по поводу чего нас привыкнул звук шагов это был капусте интересно была ли она здесь самого начала нужно двигать отсюда в школе нет возможности спокойно пообщаться завершить разговор ну и дальше в там события будут развиваться в общем так как и в эпизоде с кастелем так что ребята я наверное не буду это продолжать записывать мы с вами увидели это свидание с натаниэлем посмотрели постер еще раз обращаясь к тем кто а в хамской форме пишет мне комментарии по поводу что я лоханулась там с постером и прочее ребята если такое хамство будет продолжаться просто перестанут снимать этот летсплей потому что если вы такие умные то вы играйте сами пожалуйста тогда ладно вот я и так как бы стараюсь и записываю эпизоды и покупаю бонусы энергии за денежки между прочим нам и записываю экстремально короткие сроки как только выходит новый эпизод поэтому я бывает не смотрю гайды и еще возможных и нет нет постеров и не смотрю французские эти прохождения так что просьба если вы хотите мне написать какую-то подсказку пожалуйста в какой-то нормально вежливой форме я все подсказки читаю и благодарна тем людям которые нормально нормально выражают свои мысли все это все что я хотела сказать спасибо вам еще раз большое за просмотр и встретимся в следующем эпизоде в 25 всем пока и и и и и и и и